Вы даёте согласие на использование этой видеозаписи? Да. Этот разговор происходит добровольно? Да. Представьтесь, пожалуйста. Как зовут? Корнил Алданил Олегович, 23-2022 года рождения. Самурская область, город Благовещенск. Войскова часть 58-98. Самурская область, город Самурск, да, получается? Нет, город Благовещенск. Да, город Благовещенск, да, город Благовещенск. Хорошо, а как вы в Украину попали, кратко, расскажите эту историю. Ну, вообще у нас были учения еще с 5 декабря. Мы были в Воронеже. Вот, наверное, месяца 2-3. Там отдельно нас роту оставили, а целый полк уехал. Потом сказали, что нужно будет еще съездить на буквально неделю-две на учения. Мы должны были поехать в Курск, поехали в Белгород. Все, и сказали, что 3-го марта мы поедем домой. В оконцовке, как получилось, нас 23-го или 24-го посадили в танки ночью. И все, и сказали, что надо совершить марш. Да, и вы оказались в Украине. Что вы подумали и почувствовали, что вы сказали кому? Ну, вообще я у командира спрашивал, что мы здесь делаем. Ну, сказали, иди садись в танки. Алло, мы дозвонили с двой сестры. Дозвонили? Да. Алло. Алло. Это то есть Даня. Привет, угородка. Как вы там? Кого? Как вы там? Нормально, ты как? Я нормально. Нормально. Матери звонила? Да, разговаривала. Обращалась в комитет, который я просил, солдатских матерей. Я ей сказала, да. Еще я хотел, чтобы там может прийти письмо, скорее всего, если оно еще не пришло, ну, что я мертв, там, отчасти, потому что мы к товарищам приходили. Окей. Часть не звонила. Так она не знает же твою часть. Ну, там, наверное, есть же в интернете, там, номера, кругов там, и так. Так, а ей может такое письмо прийти, что тебя нету, что ли? Ну, да. Я думал, оно уже пришло. Если можно, там, напишите. У тебя же оставался адрес части моей. Нет, да, части. Что бы как? Ну, вот в каком статусе? Живень, часть. 58198. Даня, скажи часть свою, подожди, сейчас я записываю. Я смешиваю, говори. 58198. 58198. Верно? Да, да. Я не знаю, пишите, там, письма, там, что-нибудь делать. Хорошо, да, там она у тебя. А видео видели? Ну, тебе не отправляли? Вообще, что здесь происходит? Я же тебе говорила, что везде. Ты, главное, там, за маму, посмотри за Дианой. Правильно. На «Ищи своих» будет сегодня вот это вот видео, ваш разговор будет. Я журналист, меня зовут Владимир, да. Если можно, я тут тоже один вопрос вам задам, да. Как вы относитесь к тому, что в Украине сейчас происходит? Отдавайте. Я не услышал. Я говорю, как вы относитесь к тому, что сейчас в Украине происходит? Как я могу относиться, если плохо я отношусь к этому? Как я могу относиться, если на брата? Хорошо, ну, там, дети, там, сейчас неудобно. Разговаривать, давай. Заканчивай. Ладно, давай. Ты только знаешь, что-то, с чем, что я живой и все. Хорошо, да, не вонюбат. Не обращайтесь, там, пробуйте. Давай. Кто? Детей, гними, говорю. Хорошо, давай, Данечка. Я так понял, вы не знаете, в каком вы статусе находитесь? Ну, пленный. Не, в Украине-то понятно, что военно-пленный, в России. Как вы числитесь? Наверное, как труп. Как труп? Почему вы так решили? Ну, потому что кто из моих, вот, со мной товарищи были, они когда, ну, звонили, их родители в часть, сказали, что таких нету здесь. То есть, видимо, их из списка в части сразу, в тот же день, когда мы поехали, их исключили, и, ну, а другим там товарищам вообще домой звонили, говорили, что без ног там, ну, всякую чушь тоже несли. Ну, вы понимаете, кто это звонит? Ну, вообще, я не знаю, на управление там, я не знаю. Ну, я так задам вопрос, чтобы он не был, как бы, наводящий. Как вы думаете, это из Украины звонят или из России? Из России, естественно. Из России. Хорошо. Что вы можете посоветовать сейчас россиянам, которые уже в Украине, или которые сейчас вот собираются? Я уже неоднократно обращался с просьбой о том, чтобы они открыли глаза и посмотрели, что творится. Надеюсь, видео до них доходит, и показано, что вообще творится в Украине, что бомбят обычных граждан, что роддомы, школы, самый вообще святой рушат, что дети здесь умирают. Но им же там рассказывают, что роддомы рушат сами украинцы. Вот россияне вторглись, и мы вот решили сами себе роддомы вдруг помнить. Как он может чего-то... Что он вообще ведет себя неадекватно. Ну, то есть, это только, ну, конченый человек, как мы можем делать. Это вы сейчас не боитесь? Это про Путина, я так понимаю, сейчас? Я не боюсь, потому что, ну, я говорю, как я думаю, мои мысли. Ну, а с ней заставляем это говорить? Нет. Нет, ну, просто пишут об этом. Мы пытаемся как угодно, да, довести, что это вы реальный человек, это реально россияне, но ваша реальная мысль. Как вы можете доказать, что вы не актер и не фейковый человек? Что вы из России военнослужащий, который в плену? Ну, как докажу? Ну, вот же меня видят, что ли. Они пишут, что вы актер. Я не актер. И родом точно не из Москвы, чтобы фильмы снимать. В какой школе вы учились? В деревенской школе СОЖ, Михайловск. Монбул Михайловск, СОЖ. Кто был директором школы, классным руководителем? Директором школы Трифилова Любовь Михайловна, классный руководитель Оли Елены Николаевны. Зачем ты подготовил все эти вопросы заранее? Я предлагаю все-таки позвонить твоей маме, потому что мы звонили до этого кому? Сестре. Сестре, я думаю, она не рассказала, ей не так показалось. Да, да, это очень может быть, что твоя сестра, она не просто... Если получится, дозвоните. Ну, давайте. Да, и не надо там никаких этих самых... Ну, я понимаю, ты говоришь о том, что матери боишься звонить, потому что у нее со здоровьем проблемы, правильно? Она услышит твою волос, ей станет... Я не думаю, что ей станет хуже от этого. Ну, давайте, попробуем. Ну, чтобы мне показалось, что сестра ничего не сказала. Алло. 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 Вам, ты? Алло. Алло. Я. Это Даня. Данечка, лапочка. Как ты там? Я нормально. Нормально? Да, живу, здоров. Тебе Тосе звонила? Разговаривала? Ага. Да, она мне все сказала. А ты где, на территории Украины ходишь? Да. Ага. Держи, флапочка. Ну, ничего. Я это... Я все поняла. Что она сделала, чтобы... Ты обращалась в комитет солдатских матерей? Нет. Надо обратиться? Позвонить в части, попробовать и до части дозвониться. Что она сделала? Хорошо. Хорошо. Я уже звонила в чате. Что я сказала? И что тебе говорили? И что говорили? А пока ничего не говорят. Сказали, в списках нету, ни в медах, ни в госпиталях, ничего. Я понял. Вообще так. Больше никакую информацию, наверное, они не дают. Ну, я не слышу и у мамы твоей, если честно, особого рвения, что-то там кому-то доказать, рассказать и особой радости. Я не знаю, может, она в шоке, но мы слышим очень много подобных реакций, когда матери ваши сидят дома и как бы вообще даже ничего не пытаются делать. То есть твоя мама даже не позвонила в комитет солдатских матерей. Как ты думаешь? Ну, это вообще нормально. Я даже не знаю. Потому что я знаю, что у нее с озером от него и от нее, особо от сестры. Я знаю, что она может... Ладно, я не хочу лезть в нее лично. Я знаю, если бы она была в состоянии, что... Я знаю, что сестра может больше, как сказать, повлиять, чем мать. Потому что мать ей и так, извините, тяжело. Ладно, где тут националисты, фашисты, бандеровцы? Нашли, не нашли? Я не нашел, не увидел здесь ни одного человека. А кого искали-то вообще? Я вообще не знаю. Кто это такие вообще? Которые говорят на украинском языке? Это они? Когда мне говорили бандерайц, я спросил, кто такой бандерайц, потому что я не знаю, кто такой. Ну, и кто? Я так и не понял, что это такое. Ну, в России просто круглые сутки, по-моему, говорят про бандеровцев-то, и никто не знает, кто это такие точно. Ладно, окей, добро, спасибо.